Четвертый том книги «Открытым оком», вопрос номер 1227, тема «Проповедь благовестия». Почему Иисус говорил своим ученикам не приветствовать прохожих? Евангелие от Луки, 10 глава, 4 стих. «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви и никого на дороге не приветствуйте». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Есть выражение «Промедление смерти подобно». Приветствие на Востоке включает в себя целый ритуал раскланивания, пожатия рук, иногда и общупывания друг друга. Не переломаны ли у него кости? Подробно расспрашивают о внутренних органах, не болела ли печень ночью селезенка. «Приветствующий обязан и сам выслушать о здоровье и успехах родных и близких». Этим показывалось не просто любопытство, но искренняя любовь, заинтересованность. Через это узнавание нужно было нащупать слабое звено и укрепить его своей помощью. Это отнимало массу времени, но есть летучая фраза «Спешите делать добро». Грехи людей – это долги, налог, который нужно собирать очень быстро, не теряя ни минуты. Вторая книга Царств, 20 глава, 5-6 стихи. И пошел Амиссай воззвать иудеев, но промедлил более назначенного ему времени. Тогда Давид сказал о весе. «Теперь наделает нам зла Савей, сын Бихри, больше, нежели о весолом. Возьми ты слуг Господина твоего и преследуй его, чтобы он не нашел себе укрепленных городов и не скрылся от глаз наших». Господь неоднократно говорил, Евангелие от Иоанна, 7 глава, 33 стих. «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 33 стих. «Дети, недолго уже быть мне с вами. Будете искать меня, и, как сказал я иудеям, что, куда я иду, вы не можете прийти, так и вам говорю теперь». Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 29 стих. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко». Если бы приветствие заключалось в кивке головы, или помахать рукой, или на полном скаку бросить здрасье, такое приветствие Христос не запрещал. «Не приветствуйте, то есть цените минуты, не тратьте зря время, неситесь по миру, как скорая помощь или пожарная машина, несите людям евангельскую весть, не стойте по алтарям, не прячьтесь по монастырям, не скрывайтесь в пустыне». Но Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24 и 27 стихи. «Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как бы на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим самому не остаться недостойным».